Здравствуйте, проходите. О, Адам, привет! Я же даже не знала, кто к нам сегодня придет, или Ромео. Чуть-чуть просто пеночкой прочистим. С собой на зубик платочек, смотри, я тебе покажу, как он выглядит, а то ты же даже не видел. Вот он, видишь? И вон там окошко для твоего зуба. Давай головку ровненько, чтобы Даши тоже видно было. Вот, спасибо, мой заяч. Ну ладно, ты на нее зубами не дави, хорошо? Чуть-чуть холодно будет. Адам, старайся не закрывать зайку. Ну-ка, постучи зубками. Не, он молочи, но он заморозку сделал вообще не прикол. Ты молочи, но ты сегодня большое дело сделал. Это новое мороженое, да? Держи. Слушайте, ну вот это вот странная обратная связь, что в наше время стоматологии были другие. Короче, это уже понятно, что давным-давно стоматологии другие. Это как бы больше стандарт нормы в 21 веке, что мне кажется. Ну вы правда крутые. Ну, короче, меня прям супер поразили вот эти ваши сумасшедшие программы, которые после снимка дают максимальные там на уровне искусственного интеллекта рекомендации, что вообще исключает человеческий фактор и может быть корректироваться только специалистами. Просто сумасшедший подход каждого специалиста. Вот это настолько важно, как они умудряют расположить ребенка к себе, что он три зуба. Просто даже вот эти вот маски, которые мы маленькому ребенку надеваем, это как бы супер спасение. Найти подход к девятилетнему ребенку, чтобы он ни на секунду не моргнул, пока ему вылечили три зуба, ну вот это, по-моему, серьезная подготовка специалистов. И очень сильно меня впечатлили, вот эти вот ваши истории с уходом за полостью рта, вот эти какие-то таблетки, которые дают понять по налету, какое там количество времени ребенок чистил зубы и где ему нужно их дочистить. Ну, короче, мне кажется, все эти вещи, они такие фундаментально важны для формирования в целом правильного отношения к стоматологии и к уходу за полостью рта вашего ребенка. В общем, для меня прям было гигантское количество супероткрытий.